Приветствую вас, парни! Вы находитесь в нашем канале Мододель Ретроцикл. С вами Юро. Привезли мотоцикл, который называется Днепр МТ-9. И хотелось бы показать вам его до реставрации, до начала наших работ над этим прекрасным мотоциклом. Днепр МТ-9. Ну вот, перед вами мотоцикл Днепр МТ-9. Очень интересный и, ну, пожалуй, эта модель, девятка, владает некой своей такой интересной историей. И отличается она, так сказать, от последних Днепров. Но это все для любителей, для ценителей. То есть, для обычного рядового пользователя разница между Днепром-9 и каким-то Днепром-11, она абсолютно не очевидна. Но мы-то с вами знаем, да, что тут сочное, что тут вкусное на этом мотоцикле. Ну, чем вообще отличается у нас мотоцикл Днепр МТ-9 от разных других Днепров? Начнем с мотора, потому что это самое главное его и самое значимое отличие. У нас в двигателе все еще установлен 6-ти вольтовый генератор. Такой же, как устанавливался на К-750, на М-72 и на Уралах тоже первых выпусков. Эти головки, которые свои. И если можете заметить, то вот тут у нас очень длинные ребра. Шпильки расположены вертикально, внутри там тоже есть некоторые нюансы. И эти головки очень редкие, прям невозможно редкие. Нам они достались вот с этим мотоциклом. Это прям счастье, что у нас есть эти головки, которые днем с огнем не сыщешь. Их практически никогда нет на месте, всегда они какие-то другие уже стоят. Ну и карбюраторы как дополнение, то есть тоже все родные. Да и в целом я бы сказал, что мотоцикл у нас довольно комплектный. У нас есть все, что нам необходимо. Дальше поехали. Соответственно, раз у нас 6-ти вольтовое зажигание, то там стоит у нас распределитель, трамблер. И соответственно, на руле у нас тоже есть вот такая монетка, которую делают ранее-позднее. У нас свои рычаги тормозасцепления. То есть они чисто вот такие вот, собственно, Днепр-9. У нас есть вот такие вот свои Днепр-9 поворотники, которые на, опять же, своем кронштейне расположены. Он идет туда под траверсу. И это прям оригинальные родные поворотники и оригинальное родное крепление их же. Сзади у нас такие же поворотники. И тоже на своих родных креплениях. Это тоже очень хорошо. Потому что не придется ничего изобретать. Фара на Днепре-9 вот такого вида имеет у нас. Но тут уже у нас, конечно, такой вот тюнинг. Значит, есть у нас четыре отверстия. Значит, у нас есть лампа зарядки. Это у нас предохранитель. Это у нас лампа давления. А это у нас лампочка поворотников. Потому что здесь должна быть коробка еще без... А нет, здесь коробка с нейтралей. Значит, это у нас не поворотники. Значит, это у нас нейтралка. Да, все правильно. Коробка здесь стоит с нейтральной передачей. Кстати, вот люди, которые знают. Ну-ка, рассудите. На МТ-9 должна быть... Должен быть датчик нейтрали. Или не должно быть датчика нейтрали. На МТ-9 и это уже настоящая коробка? Или уже мининая? Скажите мне, пожалуйста, в комментариях. А вот, дальше идем. У нас коляска, конечно. Ну, коляску тут что сказать. Она всегда замученная. В колясках всегда здесь есть вот такого вида нюансы. Вот. У нас такие дырки. Насквозь. Вот видно мою ногу там. Но это не страшно. Это мы все победим. Крыло тоже, бедолага, сжеванное. Но зато у нас на крыле есть фонари. Да, конечно, стекло колотое. Но постараемся найти. Ступицы тоже родные у нас стоят здесь. С масленочками. Ступицы эти уже широкие. И с масленками. Одной, правда, досталось. Здесь вот такой у нас есть момент. Жалко, конечно, ступицы. Очень жалко. Но что делать? Будем искать. Скорее всего, она стояла сзади. Ее вырвало. Ее переставили на перед. Кстати, тормозной щит. Обратите внимание, какой на Днепре-9. Такой же ставился на К-750 тормозной щит. То есть, все внутри. Очень, кстати, хорошее решение. Все там чистое. Ничего не залипает, ничего не закисает. А потом от этого отказались, когда изобрели двухкулачковый тормоз. А зря. На крышке видим КМЗ. На баке остались цировки родные, как они шли. То есть, часть осталась, часть стерлась. Вот так они были на баке. Вот так они были на коляске. То есть, вот так они шли. Потом они, конечно, кончились. И вот здесь тоже цировки у нас идут сбоку. Родные. Кто-то нам, кстати, писал в комментариях, что, мол, ай-яй-яй. Вы рисуете цировку на Днепре, вот здесь, с этой стороны. Вот вам доказательства родные цировки на мотоцикле. И все есть. Вот. И сзади тоже на боках у нас цировки есть. Вот тут вот. Родные. И на крыльях тоже сохранились. Ну, а мы сейчас что будем делать? В данный момент мы его закатим в мастерскую обратно. Там чистим с него нужную грязь, ненужную грязь. Начнем разбирать этот мотоцикл. Разберем его на составляющие. Дальше будем покупать на него то, что можно купить. Всякие резиночки, сальнички, прокладочки. Разные поршни кованые будем туда ставить. Тросики. В общем, поменяем все, что можно поменять. И восстановим то, что можно восстановить. Здесь я вижу, что много родного крепежа с ямочками. Постараемся его оставить, этот родной крепеж. И еще я вижу здесь много всяких родных деталей, типа демпфера руля и так далее, которые можно восстановить и оставить так, как они были. В общем, начнем мы их разбирать. Начнем мы их реставрировать. Ну, а дальше ждите результат готовый. А может быть, руки дойдут и снимем процесс небольшой восстановления, если это кому-то будет интересно. Ну, в общем, все. На этом я с вами прощаюсь. Всем ровных дорог. Пока. Пока.